Выскочила, ну это миф конечно, это мифологическая история, выскочил такой вот уникальный конь, причем это был не просто конь, а это был так называемый единорог. Все жители Востока, не только Китая, но и Монголии, и Тибета, и Японии, они верят в легенду о единороге и считается, что если встретить такого уникального коня с рогом на голове, то это дарует тебе огромное счастье. Ну а тот конь, который по легенде выскочил из желтой реки, на нем были начертаны символы, которые называются числа Хе Ту. Это красивая старинная легенда, согласно которой на спине коня была некая картина, и числа на спине коня были обозначены светлыми и темными точками, и вот количество светлых и темных точек, это и называется числа Хе Ту, или магический крест на спине коня из желтой реки. Вот такая красивая легенда, а в Фэншуй числа Хе Ту, так они называются, эти числа используются для выбора этажа. Для выбора этажа, потому что число Хе Ту позволяет нам сделать вывод о том, на правильном ли этаже ты решил обосноваться. Будь то, повторюсь, квартира или офис, правило здесь простое. Мы будем с вами ориентироваться на номер этажа, а если номер этажа больше десяти, то брать необходимо второе число. Не оба числа, а только второе число необходимо брать и определять по числам Хе Ту энергию этого этажа. Ну вот, разобраться в этой системе совсем не сложно. Числа 1 и 6 соответствуют стихии вода. 1 и 6 это стихия вода. Как понять 1 и 6? Это все, что находится на первом и шестом, а также на каких этажах? Как второй и третий. Одиннадцатый. И, коллеги, мы берем числа Хе Ту как последнее число, мы ничего не складываем. Кто живет на одиннадцатом этаже? Это стихия вода. Кто живет на шестнадцатом этаже? Это стихия вода. Кто живет на первом этаже? Это вода. Кто живет на шестом этаже? Из вас есть кто на шестом? Вода. Кто живет на двадцать первом этаже? Вода. Двадцать шестой этаж? Вода. И так далее. Все, что кончается на единицу и шестерку, это соответствует, вот эти номера этажей, соответствуют стихии вода. Хорошо это или плохо, мы поймем дальше. То есть сейчас вы все для себя сообразите, на этаже какой стихии вы обитаете. Если вы обитаете в частном одноэтажном доме, числа хе-ту не применяются. Если дом хотя бы двухэтажный, их уже можно использовать. Если это многоэтажная башня, то, естественно, мы там все определим свой этаж. Следующая стихия и следующая пара чисел. Это двойка и семерка. Еще если вы обратите внимание, что там, где на спине коня, вот этот рисунок был на спине единорога, который выскочил из желтой реки. И так гласит легенда, четные числа, они черные, пятна как бы были, а нечетные цепочки, это светлые или белые пятна на спине коня. Двойка и семерка соответствуют стихии огонь. Стихии огонь. Пожалуйста, кто живет на втором этаже? Огонь. Кто живет на седьмом этаже? Огонь. Кто живет на двенадцатом этаже? Огонь. Кто живет на семнадцатом этаже? Огонь. На двадцать втором есть среди нас огонь, двадцать седьмой огонь и так дальше, хоть там будет стоэтажный небоскреб, то есть мы ориентируемся на последнее число. Двойка и семерка это огонь. Идем дальше. Тройка и восьмерка. Скажите, а нет ли еще какой-то явно бросающейся в глаза закономерности в парах этих чисел? Между ними всегда пять. Священное число китайских стихий. Ну, в смысле один и шесть, два и семь, три и восемь. Три и восемь в этой системе соответствуют стихии дерева. Кто живет на третьем этаже? Дерево. Кто живет на восьмом этаже? Дерево. Кто живет на тринадцатом этаже? Тридцатый нет. Кто живет на тринадцатом этаже? Дерево. Кто живет на двадцать третьем этаже? Нет, среди нас. На двадцать восьмом. Дерево. Дерево. О, дерево. Поднимали руку? Не поднимало. А живет на этаже дерево? Паркинг? Ну, во-первых, мы там не живем. И, во-первых. Во-вторых, паркинг, он подземный, это минус, да. Нет, нет, коллеги, нет. Ну, вопрос на самом деле не праздный, потому что есть здания, где нумерация этажей действительно начинается не от земли, да, а это все усложняет, конечно, нам определение. Но тогда, скажу сразу, ориентируемся на документы. То есть, вот, ну, официально. Может, он реально и не первый этаж, там, не третий от земли, а четвертый. Но бывает такое, что нумерация, она идет не в таком логичном смысле. Бывают всякие какие-то нулевые этажи, хотя они не под землей, а уже как первый, да. Мути много. Ориентируйтесь на официально, каким он считается, этот этаж. Ваш восьмой это дерево. Хорошо или плохо, вы сейчас поймете. Следующий этаж. Что-то так далеко сел. Это четыре и девять. Четыре и девять. Четыре и девять. Это стихия металла. Кто живет на четвертом этаже? Металл. Кто живет на девятом этаже? Металл. Кто живет на четырнадцатом этаже? Металл. Кто живет на девятнадцатом этаже? Нету. 24-й. 29-й. А вы на каком этаже живете? Да, на третьем. А почему руку не поднимала? Поднимала, молодец. Ваша стихия дерево. А вот коллега наша, давайте у нее спросим. На каком этаже вы живете? Да. А? 13-й. И стихия вашего этажа дерево. Потому что он кончается на тройку. На самом деле, пары чисел хе ту, в каждой паре четное и нечетное число. Разделены они обязательно пятеркой. Это строго. И ориентированы по сторонам света и по стихиям. Дерево на востоке, огонь на юге, вода на севере, металл на западе. А в центре это стихия наглющая. Какая наглющая? Земля. Земле в числах хе ту соответствуют числа 5 и 10. Это земля. 5 и 10. Это земля. Так, кто живет на пятом этаже? Земля. На десятом. Земля. На пятнадцатом. Земля. На двадцатом. Нету? На двадцать пятом. Вы спросили. Тридцатый этаж. Коллега, ваш вопрос. У меня двадцать восьмой и тридцатый. Что значит у меня двадцать восьмой и тридцатый? Ну в технических документах он тридцатый, а в лифте он двадцать восьмой, потому что два этажа в нижнем... А в реальности он двадцать девятый. Почти в лифте и в документах... Ну в два этажа первых они не считаются. Ну что значит в лифте? По официальному... Как это и так, и так? Да. Ну значит двадцать восьмой, да. То есть брать его как дерево, да. Да. Брать его как дерево, да. Хотя фактически он не двадцать восьмой, а тридцатый. Но вот эта муть, она присутствует. Эта муть, она присутствует. Так, коллеги, записали все этажи? Записали. И теперь приступаем к анализу, что ждать нам... Какой номер этажа? Да. Огонь. Огонь. На семерку кончается. Вот тридцатый. Какой номер этаж? Тридцатый. Земля. Все, что кончается на пять и на ноль, это земля. Десятый, двадцатый, тридцатый, сороковой, пятидесятый этаж. Это будет земля. Итак, вы определили стихию своего этажа. Что дальше с этим делать?